друзья мои всех приветствую сегодня на канале очень интересное видео сразу скажу что эти все ножи в наличии в этом видео поговорим про эти ножи в целом про микробы ну я про каждый нож тоже расскажу начну вот с этого потому что он видно выбивается сразу из всей этой небольшой кучки ножей это финочка она в наличии на ней уже нанесен логотип как всегда цепкая но неноминающая насечка сталь на этом клинке ножа вернее вид же 10 вот такая вот бусина сделана из этой же мекарты от брусков такой вот пин в виде воющего волка собран на карбоновые штифты и карбоновая темлячная трубка довольно увесистый для таких размеров нож такой прям в руке ощущается очень мощно еще он не заточен но сведем достаточно достаточно тонком короче тонко сведем нужны погружные подвес шейный нужно из кожи растительного дубления имеют шейный подвес и жесткий на пояс ну в общем все так и по нему есть видео ну просто я напомнил что он наличие также друзья мои про микробов это два новых микроба этот уже был я показывал и вот этот вот еще один микроб его я испытал полевых условиях очень достойный микробик такой вот он собран на стальные штифты мозаичный пин и латунная темлячная трубка рукоять из и карты от брусков бэкспейсер также не карта от брусков монтаж комбинированы здесь есть хвостовик примерно идет сталь cpms35vn он заточен и так как я им пользовался очень неплохо он себя показал прям кайфовый нож думал себе оставить но хочу себе из в анаде с 8 не знаю что мне захотелось так попробовать ее в работе эту сталь также вот такой микроб кири даши из стали lmax на нем тоже уже нанесены логотипы марки стали джутовая микарта от брусков на рукояти собраны карбоновые штифты и карбоновую темлячную трубку также есть такая вот бусина бэкспейсер также изми карты от брусков монтаж комбинированный удобненький такой микроб не знаю там вскрыть посылку отрезать нитку такие банальные 10 задачи то есть это такой городской нож для ношения сумки в рюкзаке еще где-то и два новых микроба один из стали cpms 90 в 2 из стали в анаде с 8 забегая вперед скажу вот из этих трех микробов которые два первые уйдут 3 я оставлю себе вне зависимости если эти два продавцы этот за оставлю любую в общем из этих 3 2 я продам которые первые продам продадутся а 3 оставлю себе значит начнем с cpms 90 в ножны выполнены из кожи растительного дубления цветное тиснение уже такое обычное для микробов подвес шейный жесткий на ремень такая вот темлячная темляк вернее с такой вот бусиной довольно плотно сидит это такая микро версия каймана собраны карбоновые штифты и мозаичную темлячную трубку на рукояти авторскими картов брусков вот так это один одна плашками так вот вскрылась она очень по-разному вот вообще cpms 90 вид для меня это как бы прямо лично для меня лично в моем рейтинге это такой эталон стали по соотношению технических характеристик рабочих качеств вот мне она очень нравится одна из лучших стали для меня вот длина помощь опять ну и от этой хакси укажу в описании вот еще и лишь blackwash нет пока вот на этих трех логотипов ну то есть не нанесены гравировки я и сделаю наверно послезавтра мы постараюсь сделать там лазерщик очень зависит до по конструкции здесь тоже есть хвостовик но вот в эту основную часть я сделал два штифта для усиления конструкции не знаю для такого ножа нужно это или нет но я так сделал тоже не заточенные потому что еще гравировок нет такой вот малыш и еще один микроб нужно у них одинаковые с предыдущим также выполнен из кожа растительного дубления прошит по щеной нитью сталь на этом клинке в анадис 8 авторская миккарта от брусков также на два карбоновых штифта и мозаичную тимлячную трубку бэкспейсер также из микарты выполнен и про вот эти два микробы я хочу на них поподробнее остановиться в общем они должны были быть одинаковые за исключением но небольшой разницы в клинках потому что полосочки были разные и немножко этот как бы такой ворн клиф получился такой мы более выражены вот рукояти у них должны были быть одинаковые но при обработке в общем выявился в бэкспейсер там дефект можно было переделать рукоять но я на тот момент подумал так что если клинки чуть-чуть отличаются пусть рукояти тоже немножко отличаются друзья хочу вам сказать вот эта рукоять чисто визуально она мне даже больше нравится и она удобней вот в таком размере она будет удобнее чем вот в таком ну мне по крайней мере для моей руки удобно сталь на этом ножа еще раз повторю в анадис 8 нереально резучая железка делал я одному хорошему человеку нож для охоты из этой стали и в общем недавно прислал отчет где одним ножом они там разделали ну как по мне сделали очень большую работу именно охотничью там по копытным животным я был сильно удивлен учитывая что точу я в принципе все ножи одинаковые то есть я представил что будет если этот нож заточить вот правильно в академическом формате да вот прям как надо с правильными финишами правильными абразивами и так далее вот ну а так я вот с этим ножом сам походил три дня по лесу блин ну друзья мои это очень удобный формат скажу я вам очень удобный большой нож у меня лежал в рюкзаке и так его ни разу не достал учитывая что охота в принципе у нас там проходила поэтому какие-то работы выполнялись и в общем этот нож мне больше ничего не понадобилось скажу так поэтому формат микробов на мой взгляд ну многими недооценен а на самом деле даже для любителей фиксов в городе это вполне себе вариант он небольшой можно зацепить его на ремень этот так вообще чуть больше зажигалки зипа вообще вот такая друзья мои кучка кого реально заинтересовало друзья мои пишите мне в ватсап номер телефона будет в описании к этому видео как и как всем другим почему ватсап да немножко уже вижу что увидел затянулось объясню почему ватсап у многих там почему ты не говоришь цену там и так далее очень друзья мои вот для того кто имеет реальное желание да там интерес к приобретению или там к общению просто дожидая многие звонят просто пообщаться вот ватсап во-первых это гораздо оперативнее тем более учитывая сейчас ситуацию со скоростью ютуба это более оперативно я даю не какой-то номер там да лево я даю свой личный номер на который человек не может позвонить поговорить со мной если он хочет там или написать мне в ватсап и я отвечая человеку в ватсапе вне зависимости ответит он мне потом или нет там понравится ему мой ответ или нет я вижу человек прочитал или не прочитал чего я не вижу например в ю тубе плюс более оперативно вот поэтому друзья мои вот так всем пока подписывайтесь на канал ставьте лайки дизлайки комментируйте делитесь своим мнением также подписывайтесь на мой телеграм-канал подписчики телеграм-канала все узнают в первую очередь все друзья мои все пока